Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Политинформания» радиостанция «Народная волна» Чикаго. Самая популярная радиостанция на Среднем Западе США. Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. В начале передачи мы хотим поздравить всех наших радиослушателей, кто отмечает замечательный зимний праздник, Крисмас, и пожелать в следующем году здоровья, бодрости, оптимизма, чтобы все в ваших семьях и у вас было замечательно. А сегодня наш гость, капитан первого ранга военно-морских сил США Юрий Табах. Юрий, добрый день! Добрый день, Чикаго и все, кто нас слушает! Юрий, в начале передачи хочу вас тоже поздравить, так как проходили игры между вооруженными силами США и военно-морскими силами США. И военно-морские силы выиграли в этом году, правильно? Да, да, выиграли в этом году, много лет проигрывали. Это очень традиционная, очень знаменитая игра, называется Army-Navy Games. Она проходит между военно-морском училище в Анаполисе и военно-сухопутного училища West Point. Играет в футбол каждый год, мы там собираемся, там собирается много, там все курсанты приезжают туда, многие офицеры. Игра проводится в Филадельфии традиционно, потому что она между Вашингтоном и между Анаполис и West Point находится. Это была прекрасная игра. Единственное, что традиционно, я даже не знаю, когда это было, наверняка были какие-то случаи, когда президент не мог там находиться, но была какая-то причина. Но обычно президент никогда не пропускает эту игру. И после половины игры, когда проходит в перерыв, он переходит с курсантов сухопутных войск с West Point на сторону моряков Атенаполиса. Курсантов туда или наоборот. Ну вот в этом году первый раз я был в шоке, что главнокомандующего не было. Это 10 тысяч молодых офицеров будущих. Это элита из элит. Это те, которые будут погибать и воевать за нашу страну и будут вести наших детей в бой, если надо. И чтобы главнокомандующий там не появился. И говорят, что он побоялся, потому что будут скандировать «Let's go, Брэндон». Опять же, это почему? Потому что он не понимает, что такое честь, что такое дисциплина, что такое воинский долг. И поэтому он не понимал, поэтому он думал, что они как другие колледжи, дети в колледже, могут там кричать матом или еще что-то такое. Курсанты никогда этого не сделали. Но в прошлом году, когда был там Трамп, и уже было понятно, что Байден будет президентом в это время, все курсанты вскочили и скандировали «USA», «USA» стояли долго-долго, пока игра как-то началась. Поэтому, конечно же, когда говорят, что в вооруженных силах Трамп был очень популярный, а Байден, конечно же, чрезвычайно не популярный, особенно после вот этого ужаса, который произошел в Афганистане. Беспрецедентно. Никогда такого в Америке не было. Юрий, когда-то в давние времена демократическая партия США была такой умеренно-центристской партией. Мы можем вспомнить Збигнева-Бжезинского, президента Трумэна. Я называю так, на вскидку, демократов, которых... Кеннеди, да. Были много демократов, и демократическая партия была нормальная, для политики нормальная партия. И многие люди были, большинство евреев было, демократов традиционно в Соединенных Штатах Америки. А сегодня все сдвинулось влево. Сегодня республиканская партия это то, что демократическая партия была там 50 лет тому назад. А демократическая партия стала большевистской партией, социалистической партией. И в ней явно там есть отсеки в этой партии, которые, ну, абсолютные большевики. Но вы их знаете. И антисемиты, и левые взгляды эти чрезвычайно опасные. Да, к сожалению, все сдвинулось влево. Раньше все должны были служить в армии. Я себе задал этот вопрос, у меня скоро выйдет несколько программ, как голосовать. И один парень из Чикаго есть, который выдвигается в Конгресс. И я думаю, вот когда Америка была самая такая могучая, самая... Когда Америка была Америка. Вот все знали, что Америка это другое. Это были 50-е и 60-е годы. Это когда средний класс просто распустился, как в саду тюльпаны. У всех американцев могли ходить в колледж, у всех были дома, гараж, машина. А то и две большие, огромные машины американские, холодильник, цветной телевизор 50-е годы. Когда еще нигде в мире этого не было. Все были на 100 лет отставали. Я вот думал, почему тогда мы были такие, а сейчас вот мы гонимся за Венесуэлой. Ну, потому что тогда 90% наших представителей в Конгрессе и в Сенате, это были боевые люди. Они прошли войну не в тылу, а на передовой. Это те, которые были готовы умереть за нашу страну. И все президенты служили в армии тогда. Некоторые были, например, там Кеннеди был боевой, да. Буш был боевой. Картер был боевой офицер. Картер был боевой офицер, да. Они, неважно, даже в какой они были партии. Регин тоже был в армии. Но, а сейчас у нас эти президенты, они не могут решить, каким туалетом пользоваться. Женским или мужским. И в Конгрессе у нас сидят партийцы. Что демократы, что республиканцы. Потому что первоначально наши отцы-основатели, они не имели в виду иметь партии. Они должны были стейтсмены быть. Люди, которые представляют штат. И лояльность должна у них быть к штату, а не к партии. А сегодня лояльность к партии. А к штату никакого отношения не имеют ли к своему. Они голосуют в партийной линии. Партийной линии. Пелоси выходит и говорит, а я не знаю, почему у меня в штате так выросло сильно криминал. И бандитов так много стало. Он говорит, я не знаю. Конечно, он не знает. Потому что ее штат не волнует. Ее волнует партия. А, Юрий, хотел задать вопрос в связи с предыдущим ответом. Американские евреи. Трамп на днях высказался очень нелестно о американских евреях. И сказал, что евангелисты больше волнуются за Израиль, чем американские евреи. То, что произошло, смена президента, отстранение, я считаю, что Трамп не проиграл. Его просто отстранили от власти. В этом деле сыграли большую роль американские евреи. Что вы вообще о них думаете? Ну, я не хочу повторять слова гениального Михаила Веллера. Он очень хорошо это рассказывает и раскладывает. Почему это так? И так же Бен Шапиро по-английски это говорит. Это не евреи. С чего вы взяли, что они евреи, во-первых? Это люди, у которых есть еврейские фамилии. Это те же самые большевики, которые вышли из еврейских семей. Но к еврейству они уже никакого отношения не имели. Они были космополитными. Они были глобальными. Они были за мировую революцию. Что в них было евреи? Они что, шаббат соблюдали? Они говорили на еврейском языке. Что они делали? Кошерные думы. Они ходили в синагогу. Это не евреи. Это не евреи. А то, что Трамп сказал, он сказал честно и правильно. И, конечно же, все возмутились из-за этого. А что он такого сказал? Он сказал, что евангелисты больше волнуются за Израиль, чем американские евреи. Это так и есть. Что Берни Сендерс, он еврей. Он что, переживает за Израиль? Или за еврейство? Или Сорос? Он еврей. Слушайте, они против Израиля действуют. Эти все леваки, они против Израиля. Я сижу на борде, на борде директорист, на совете директоров. Такая организация есть FIDF. Friends of IDF. И мы собираем деньги на израильскую армию, на израильских солдат, которые там воевали, которые были ранены. Собираем между 20 и 25 миллионами долларов в год. И угадайте, кто больше всего дает денег. Вы думаете, евреи? Нет, евангелисты. Нет, евангелисты. Евангелисты дают... Вот эти же вот такие псудоевреи, которые мы называем, которые у нас сидят в Конгрессе и в Сенате. Эти евреи, они первые скажут, что Израиль это апартайд штат, что это апартайд государство, что ему не надо давать помощи. Ну, смотрите. Когда наше посольство переехало из Тель-Авива в Иерусалим, когда Трамп это сделал, все президенты обещали, но никто не сделал это. Трамп сделал это. Ни один еврей из Конгресса и Сената, вот с еврейскими фамилиями, которые себя называют или не, не приехали на это. Не поддержали Израиль. Так что же тогда Трамп сказал? Он правду сказал? Он сказал правду, которую мы не хотим слышать. Мы сами себе вред приносим. Веллер очень хорошо это описывает. Мы это сами себе враги. Юрий, говоря о республиканской партии, каково влияние Дональда Трампа сегодня на республиканскую партию? Я понимаю, что то, что в следующем году будут выборы, трудно, это как на кофейной гуще гадать. И все-таки каковы шансы, на ваш взгляд, может быть, немножко вопрос неправильный я ставлю, в следующем году выиграть у демократов? Я вам так скажу, большевики просто так власть не отдадут. Вот, например, Путин сказал, я хочу гарантии, что Украина не вступит в НАТО. Вот как Америка может дать ему гарантию, что она не вступит в НАТО, потому что НАТО это 30 стран. Не только Америка там решается. Вот он говорит, а я хочу вот такой ультимат. Он как бы делает. Это все разыграно, конечно, это все театр. А Байден выходит и говорит, да, 10 лет Украина не вступит в НАТО. И снять даже это с повестки дня. Почему 10 лет? Вот никто не задает себе, надо себе задать вопрос. Почему 10 лет? Понимаете, он ничего придумать не может. У него старческий склероз. Вот у него что в голове, то он и говорит. Он не может обманывать больше. Он только может читать, поэтому ему дают только читать никаких пресс-конференций, ничего. Потому что от себя он говорить не может, он скажет правду. Потому что он не помнит, он пошел в туалет, он идет в туалет или он возвращается из туалета. Он останавливается и не помнит. Я над ним не смеюсь, наоборот. Мне его даже человечески жалко. Почему 10 лет, надо задать себе вопрос? Потому что через год он уйдет. Он или сам подаст в отставку, или заболеет, и его сменит Камала Харрис. А Камала Харрис будет избираться еще два раза. Вот вам два года, и еще два раза по четыре. Сколько это получается у нас? Десять, да. Десять. Вот. И поэтому они так и сказали. Он это сказал, как он это видит, как ему объяснили. Он это не придумывает. Почему 10 лет? Почему не 12? Почему не 8? Почему 10? Вот я считаю, что это так. Большевики просто так власть не отдадут. Вот мы сейчас говорим, ну, смотрите, вот там и в Джорджи, там они почти выиграли, и в Вирджинии выиграл губернатор. И там рано праздновать. Если мы не выйдем массами, если мы не будем поддерживать наших кандидатов, если мы не дадим день или два волонтерами на избирательных участках, если мы не будем давать 10, 5, 12 долларов этим ребятам, у меня программа будет про военных теперь, которые избираются, четверо из них евреи, кстати, которые участвовали, один морской котик был. И если мы их не будем поддерживать, у них нет Сороса, у них нету Цукинберга, у них нету этих всех пакт, которые им дают миллионы и миллионы долларов. Конечно, они выиграют. В Калифорнии же выиграло опять. И все говорят, как, подождите, как это он выиграл? Как такое могло быть? В Калифорнии вообще уже капец. А он опять выиграл, да, выиграл и выиграет. Потому что мы не участвуем в выборах. Это наша вина. Мы сами виноваты во всем этом. Как это в Филадельфии? Филадельфия стала самым главным городом по убийствам. Потому что у нас там есть Краснер такой, прокурор, генпрокурор. Краснер, кстати, тоже еврей, к сожалению. Ну, он себя объявляет евреем, да. Вот такой левак, который Сорос ему дал миллион долларов. Сорос сообразил, что он может прокуроров и мэров сажать в города за миллион долларов. Очень дешево. И уже у нас все были. У нас упала недвижимость. На улице люди боятся выходить. Грабежи. Убийства. Каждые выходные черт знает сколько убийств. Одну девочку нашу убили, русскоязычную. Вернулась с Ирака. Она была солдатом. И проезжал гэнгстер. У них инициация, чтобы вступить в гангстеры. Должны просто кого-то убить на улице. Вот он просто стрельнул и убил ее. Она из Ирака вчера вернулась, а сегодня он ее убил. Русскоязычная девочка. Молодая, красивая. И что вы думаете? Он опять выиграл. Он опять выиграл. Вы все говорите, подождите, как это он выиграл? Как он выиграл? Вот так. Потому что не мы не хотим участвовать в этом. Мы все заняты. У нас пляж, погода хорошая. У нас работа. У нас у кошки блохи, глисты. У нас дедушка болеет. Нет у нас времени заниматься этим. Мы детьми своими не занимаемся уже. Они у нас в колледже. Мы их выкинули. И вот они в колледже насасываются этого большевизма. Напомню еще, что в России революцию сделали не крестьяне и матросы. Троцкий не был матросом. И Ленин тоже был не крестьяне и не крестьяне. И все, и Зиновьев, и все остальные там. И Держинский вообще был из благородных кровей польских. Шляхтичек. Шляхтичек, да? Да. Поэтому то же самое у нас. В университетах вот эти все журналюги, которые... Они продолжают же все говорить. Это Байден, он молодец. Байден это гениально. Вот он гений, он делает гений. Главное, чтобы Трамп был. Значит, поддержит ли республиканская партия Трампа? Не думаю. Потому что они тоже были против него. Они его тоже не хотели. Республиканцы, да, они... Среди них, наверное, более порядочные, консервативные люди есть. Но Трамп им нахрен не нужен был. Почему? Потому что Трамп хотел ввести ограничения на Сенат и Конгресс. Что не могут они там сидеть всю жизнь, как Маккейн, как Пелосик, как Шумер, пока их ногами вперед, как из Политбюро, не вынесут. Ограничения. Потому что они отрываются от людей, а это власть их травит. И они уже никакого отношения не имеют к нам. И он хотел ввести эти ограничения. Все отвечали, да-да-да, это надо сделать, это надо сделать, но от него надо избавиться. А то он правда еще это сделает. Поэтому я не думаю, что республиканская партия была так же за него. Юрий, Америка вроде как не ферст агенда, оно уже не популярно. А что популярно? Куда движется американский авианосец? Ну, это сказал наш директор по национальной безопасности, Салван. Он вышел после саммита с Путиным, когда Маккейн пошел. И он сказал, мы должны гарантировать безопасность России. Показать безопасность России. Гарантировать ей ее безопасность от НАТО, от Соединенных Штатов Америки. Вот президент, вице-президент, директор национальной безопасности, ЦРУ, Бернс, который почему-то ездит и называет россиян ФСБ партнерами. Вот так вот у нас. СС и... Последний раз, когда были партнеры, это было СС и НКВД. Они были партнерами в 1936 году. Вот партнерами. И он выходит, Салван говорит, в первую очередь мы должны обеспечить безопасность России. Ни Украины, ни Грузии, ни Израиля. Ну и ни в коем случае не Америки. А России. Вот Байден сказал, что когда я стану президентом, Путин у нас не будет, я с ним не буду челанькаться, как Трамп. Он долго у власти у меня не удержится. А теперь он ему гарантирует безопасность, и что НАТО не будет продвигаться к границам России. Вот все страны поделили мир, поделили на сферы влияния. То, чего добивался Путин. Теперь они его запугивают войной, что он войной пойдет, что Третью мировую войну начнет. Начнет это. Он всего добился, чего его надо. Сейчас будет саммит НАТО, куда пригласили Путина. А восточно-натовские страны, восточные, не пригласили. Вот ты член НАТО, тебя не приглашают, а приглашают Путина. Он всего добился. Цены на нефть, самое главное. Не надо армии, не надо НАТО, не надо никаких ракет. Сделайте то, что сделал Трамп. Опустите цены на нефть. И все. И они все заткнутся. И Незуэлла, и Арабы, и Россия. А когда пришел Байден, в первую очередь, что он сделал, вот вскочили цены на нефть, изуродовали нашу экономику. А вам будут говорить все равно. Вот эти журналюги все. Они будут все равно говорить. Нет, 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 это так должно быть. Это все правильно. Он все делает гениально. Они будут доказывать это. Они же теперь не могут сказать, что, знаете, что да, мы лоханулись, мы вас уговорили голосовать за Байдена во всем мире. Вы в Украине, в Израиле, в Грузии, везде. Они говорят, Байден, Байден, Байден. Только от Трампа избавиться. А теперь они же не могут сказать, да, что-то не то получилось. Они продолжают говорить, что все верно. А мы продолжаем слушать. Потом удивляемся. Юрий, вот вы сейчас упоминали про Камалу Харрис. Вы верите в то, что Камала Харрис может быть президентом? Просто для меня это немножко удивительно. Мне было бы интересно послушать. Она уже была президентом. Ну да. Пару дней назад, да. Да, она была президентом. Если Байден завтра склеит ласты, она будет президентом. Ну, зашли сейчас разговоры о том, что ее хотят все-таки сменить. Она достаточно некомпетентная. А как они ее смеют? Как они? Кто ее смеет? Ну, причину могут найти же разную. За что? За некомпетентность, например. А что такое компетентность? Трампа тоже снимали за некомпетентность? За шпионаж? Юрий, смотрите, был уже претендент такой. Был уже когда-то такой претендент, когда убрали с первого огню вице-президента у Никсона, а потом убрали и Никсона. Если вы помните в начале... Нет, Никсон сам ушел, но я не знаю. Я претенденту такого не знаю. Может быть. Но я даже не вижу механизма, как вице-президент. Но если он, конечно, какой-то криминал не совершил, то его убрать. Она избрана народом. Как ее можно убрать? Надо доказать, что она что-то сделала не так. Импичмент ее устроить. Она же не поставлена на эту должность. Она избрана. Вот с вами, видимо, собака. Согласна ваша собачка. Чурка тоже возмущается этому. Юрий, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу. Через пару минут вернемся, потому что очень интересный разговор. Не отключайтесь. Будьте с нами. Спасибо. Мы возвращаемся в программу Политинформания радиостанции «Народная волна Чикаго». Ее ведущие Эдуард Брумер. И Геннадий Брумер. И мы продолжаем беседу с капитаном первого ранга военно-морских сил США Юрием Табахом. Юрий, вы с нами? Да, да. Юрий, сразу хотел бы еще один вопрос. То, о чем мы в предыдущей части говорили. Есть ли такое явление трампизм, политическое явление? И какие три принципа вы бы выделили в этом явлении, если вы считаете, что оно есть? Ну, наверное, что-то вроде этого есть. Это люди, которым понравился Трамп, потому что он не политиком был. Потому что политики уже задолбали нас. И, как сказал президент Рейген, когда политики говорят, мы решим ваши проблемы, они не понимают, не осознают, что они и есть проблемы. А Трамп был не политиком. И, конечно, это есть. Но есть тоже такая вещь. Вот, например, я где-нибудь выступаю. Особенно это они любят делать, когда включат меня в какую-то программу, а потом отключат, и там другие начинают меня дербанить. Я пытаюсь этого не делать. Я им говорю, хотите, приду в студию. Или держите меня все, чтобы я мог. Они говорят, ну, понятно, что Гарри Табах, он трампист. То есть, он любит Трампа, любовь у него к Трампу. И, понимаете, я вообще женщин люблю, я не знаю. Вернее, даже одну женщину, там, ну, еще шариком, сучкой, собакой я люблю. Но они таким образом тебя дискредитируют. Вот, а, он трампист, он любит Трампа, и поэтому нельзя его информацию воспринимать как настоящую. Хотя я говорю, я говорю только фактами и примерами. Вам не нравится, при чем тут любовь? Вам не нравится, или вы считаете, что какой-то факт, или пример, который я сделал неверный, или ошибочный. Давайте его обсудим. При чем тут я люблю Трамп? А вы кого любите? Вы любите Байдена? Нет, мы Байдена не любим. А кого? Зеленского любите? Путина вы любите? Нет, нет, мы объективные. А вот вы, когда мы вас называем трампистом, или что вы любите, вы не объективные. Поэтому вас сразу так, они сразу любят. Это такой трюк, такой подлый трюк со стороны журналистов, когда они это говорят. И, да, я тоже был сначала скептически относился к Трампу, потому что я не понимал, что он делает. И мне нравилось, что он говорит. Мне нравилось, что он пользуется Твиттером, что он избавился. А почему журналисты против него так были? Потому что они ему не нужны были. Он 100 миллионов людей через Твиттер общался напрямую. И они все время пытались это закрыть. И в конце концов закрыли. Потому что журналисты не нужны. Сами решим. Мы сами слышим, что он говорит. Мы сами видим, что он делает. И без их комментариев мы это решим. Вот у меня к вам вопрос. Вот я сейчас слышал вашу рекламу. Вам за нее платят, да? Да, конечно. А вы же знаете, что есть очень много русскоязычных радио и телевидений в Америке. Там рекламы нет. Вот на какие бабосы они живут. И они все левые. Они все скажут, что там Путин плохой, там Путин ужасный. Ну и сразу же два ведра говна на Трампа. Вот они все левые. А ну пригласят меня, там еще кого-то. Там Вайнштейна пригласят иногда. Но в основном следующих пять будут леваки. И которые будут... А вот кто им оплачивает их? Их красивое радио, красиво аппаратуру, их время в конце концов. Мне оплачивает государство мое время. Я на пенсии. Я в отставке. А им что? Я не понимаю. Потому что, понимаете, и в этом-то и заключается весь труд. Идет целая война. Тут целая война. И Трамп, конечно же, взял на себя и Россию, и Китай, и фармацевтические фирмы, и военные фирмы, которые делали оружие. Сейчас Байден, они же все эти лоббисты военные его обожают. Представляете, сколько нам сейчас на 100 миллиардов надо заменить оружие. Нам надо сейчас будет призывать. Не хочу на личности переходить, но на вашем радио есть мама и папа, которых сын морской пехотинец, которые уже говорят, нет, после Афгана я... Нет, не хотят идти служить. Да, пойдут служить за день. Они сейчас добавят им денег. Ну, калибр, калибр солдата уже будет не тот, качество не то. Потому что уже не хотят. Никто не хочет быть лузером. Все хотят быть победителями. Вот такая ситуация у нас сегодня. Юрий, я хотел бы спросить по поводу ультиматума России и НАТО. И второй вопрос. Будет ли полномасштабная война, на ваш взгляд, России против Украины? И как бы вы оценили боеготовность украинской армии? Ну, смотрите, украинская армия, конечно, не 2014 года. Это совершенно другая армия. Это обстрелянная армия. Довольно-таки современно вооруженная. А генералы опытные уже. Это не добработы, которые саперными лопатками отбивали. Смысл Путину идти полномасштабной войной на Украину? Зачем? Спрашивают. Вопрос. Зачем? Чего ему нужно? Чтобы сейчас там они крови все умылись? И вся Европа, и все его санкционировали, отключили свифты. И накрылся его северный поток? Нет. Поэтому это все хайп. Это все театр они делали. Теперь Байден придет и скажет, все, я предотвратил третью мировую войну. И мне давайте Нобелевскую премию за мир. Потому что еще чуть-чуть бы и была бы война. А Путин говорит, все, я добился всего, что я хотел. Мир поделен на сферы влияния. У меня есть гарантии, что Украина никогда не вступит в НАТО. И вообще северный поток и цены на нефть. Америка теперь импортирует нефть. Платит огромные деньги за это, вместо того, чтобы экспортировать. И, конечно же, будет зарабатывать Германия и Россия огромные деньги на нефть и гайп. Вы согласны с этим? Да, конечно. Но если Германия теперь зарабатывает огромные деньги, она когда-нибудь проголосует за Украину, чтобы она вступила в НАТО. Все. Они ему гарантировали этим способом. Сказали, мы не наложим санкции на северный поток. Продавай свой газ и нефть. Мы еще перестаем свой добывать, чтобы у тебя цены были хорошие. И все. И какая Украина? Кто об Украине заботится? Его сынишка в Украине таких дров наломал. Такие дела крутил. И в Китае тоже. Эти люди хотят уничтожить Соединенные Штаты Америки. Они не хотят, они уничтожают нашу страну. Прямо перед нашими глазами. И те, которые этого не видят, говорить с ними уже бестолку. Это бестолку. Это болезнь. Это болезнь. Это синдром Трампа, как можно сказать. Все, что он сделал, это не годится. И ты ничего не знаешь. Ты их не переубедишь. Это как есть люди, которые... Они криминал. Ты ничего не можешь делать. Ты их можешь перевоспитывать. Можешь их выпускать из тюрьмы. Можешь с ними работать, говорить. Они все равно будут криминалами. Они всегда, как только выйдут, они грабануют. Кого-нибудь любят или изнасилуют. Есть такие люди. Ты ничего не поменяешь. Есть люди, которые нам очень близко знакомы. Это те же самые люди. Это тоже самые псих... Вот возьмем там Зою Космедемьянскую. И ты ей говоришь там, Зоя, ты что, с ума сошла? Сталин же убил твоих родителей. Раскулачил. Папу твоего повесил там, потому что он был священником. Ты чего за него-то? А она рвет на себе. Нет, Сталин это гений. Сталин это наш вождь. И все. И кроме Сталина еще. Не докажешь ты ей, что он, даже убив ее родителей, даже убив ее семью, она все равно за Сталина. Вот ты ничего с этими людьми не можешь делать, кроме того, что одну в бошку и две в грудь. Больше ничего ты с ними не можешь делать. Поэтому мы с ними никогда не договоримся. Они всегда будут вот так... Зачем они это делают? Я не знаю, зачем Троцкий делал, что он делал. Зачем Ленин делал, что он делал. Зачем Сталин это делал? Мне говорят, ну они власть хотели. Ну, у Сталина уже была власть. Зачем же он продолжал это гробить страну и гробить свой же народ? Вот они и так делают, что он зарабатывал на этом. Или еще что-то. Путинам понятно, он зарабатывает. И там его окружение. Вот такие долбобобы. И мы ими окружены. Юрий, вы недавно беседовали с двумя советскими евреями. Это кто? Это был... Значит, у вас была беседа с советским евреем Яковом Кедми на радио Вера в Ванкувере и Канаде. И у вас было прекрасное интервью с Игорем Мироновичем Губерманом. Губерманом. Нет, у меня было много. У меня также было... Несколько таких... Ну, смотрите, Юрий, я хотел... Есть у меня много таких. Я хотел бы выделить этих два интервью. А я бы вообще Губермана и Кедми в одном предложении не стал. В каком смысле, в каком контексте я хотел бы это выделить? Во-первых, всем нашим радиослушателям советую смотреть «Капитанская суббота» капитана Табаха. Это очень интересно, познавательно. А почему этих два человека? Я смотрю, это люди по возрасту близкие, но один абсолютно мудрый еврей, живущий в Израиле. Они оба живут в Израиле. И Кедми абсолютно... Ну, как я не знаю даже, какие эпитеты подобрать под этого человека. Ну, такой гаденыш. Такой гаденыш, такой, который... Которого то ли купили... Ну, я тоже сначала думал, что он такой... Слушайте, мы такой народ. От одного экстрима в другой. Один Иисус Христос чего не творил, да? Ну, такие мы люди. Ну, вот как раз Иисуса Христа я бы сюда не вставлял. Ну, я имею в виду, что у нас все время от одного экстрима в другой. У нас или Эйнштейн, или Троцкий. У нас что-то посередине никак не получается. У нас или маньяк, или гений из другой планеты. Ну, так получилось. Понимаете, Кедми, я случайно как бы с ним оказался на этом радио, потому что по коду чести я вообще не имею права не говорить ни с ним, ни с Пентковским. Вот, кстати, Пентковский недавно получил премию в Украине за какую-то журналистику. Ну, вот нормальные они люди. Кто ему дал эту премию? Я не понимаю. Сомнительно, сомнительно. Есть группа людей, которые я бы по коду чести не имею права. Мои сослуживцы меня не поймут. Раньше бы я должен был их вызвать на дуэли, а сегодня это, значит, они мертвы для меня, и они их имя не принадлежат. Вот Кедми один из них. Но так как я тоже стал такой маленькой медийной персоной, я понимаю, что мне надо об этом говорить, потому что люди меня спрашивают, и я кое-чего в этой теме петлю. Дело все в том, что Кедми врал, он врал, и он сказал, что его звание в государственного чиновника приравнивается к генералу. Для нас, для военных, это оскорбление. Это то, что мы называем stolen valor, украденная доблесть. И вот он на этой передаче, я еще его предупреждал, не надо говорить, я сейчас вас грохну за это. Я знаю, что вы сейчас скажете. Моя должность чиновника приравнивалась к генералу. Ты что, водил людей в бой, ты прослужил, ты отвечал за жизнь людей, за свою жизнь. Ты разрабатывал какие-то военные планы или еще что-то. Хочешь себя сравнить, сравнись там себя со вторым консулом, с советником, с замминистром. Есть другие. Почему ты себя с генералом-то? В конце концов, с начальником железной дороги у них тоже есть какие-то там мунгиры, там это или метро, там они тоже стоят. Там у них тоже какие-то там, они как бы по зарплате и по бенефитам такие же, как и генерал. Почему ты и военного генерала из себя корчишь? И вот, конечно же, он много врал, много обманывал. И вот это низко было, поэтому я так с ним исключился. Потому что, ну, есть несколько таких людей, он не один. Но я думаю, ну, когда я начал там изучать, потому что мне начали много писать, многие меня оскорбляют, там начали, что он герой, что он то, что он все. И я решил узнать, кто же он такой. Я долго не копался. Но если вы войдете в интернет, там есть две фотографии, где он военный. Один, где он стоит возле танка. И вторая, по-моему, где он очень молодой солдат, 70-е годы. Он держит автоматы, или израильские, или швейцарские, я точно не мог разобраться. Похож на калашников немножко. Но как он его держит? Он его держит, он на нем не висит, нету лянки. Он его просто в руках держит. Что сержант бы ему дал бы прикладом по башке за его. Потому что автомат на тебе должен быть, и он должен быть укреплен. Так же и пистолет со шнуром. Потому что он у тебя улетит, или еще что-то потеряешь, или ты упадешь. И, конечно же, он держит палец на курке. Что, ну, это губ вахта обеспечена. Вот такой солдат. И говорят, что он там с худым бараком служил, в одном танке ездил. Что он воевал. Короче, никто подтвердить это не может. Никаких документов этому нет. Вот зайдите на мою сайт, вы увидите миллион фотографий. В разных странах, везде, где я был. И на танке я сижу, и на корабле я стою с ребятами. Но и с парашютом я там стою. Но у него нет ничего. У него все такие, только такие фотографии. И кто-то мне написал, что да, они его знают. Что они знают. И против него... И вот тут уже картина тогда сложилась. Против него идет расследование в Израиле по коррупции. Потому что когда он занимал эту должность на Тиве высокую, там было деньги. Потому что евреев надо было перевозить. Там было много денег. В общем, он с деньгами там запутался немного. И началось расследование. Но ему ничего не могут сделать, потому что свидетель это в России. И вот Россия имеет на него компроматы. Поэтому он не просто так это делает. Он, видимо, боится, что Россия имеет на него что-то. Они его представляют, что он генерал Моссада. А он скромно молчит. Он не поправляет. Вот, допустим, я там перестаю уже поправлять людей. Потому что это не имеет такого большого значения. Когда вы меня представляете, вы говорите, капитан первого ранга в МС США. Но вообще-то надо сказать, капитан первого ранга в МС США в отставке. Для гражданских людей это там не имеет большой разницы. Они даже, в принципе, не знают, что такое капитан первого ранга. Это просто какое-то военное. Все понимают, что я там служил почти 30 лет в вооруженных силах США. А здесь они говорят, генерал Моссада. Это всем понятно, кто это такой. Это фишка. Это фишка. А он так скромно молчит. Точно как же, как и Александр Видман. Когда его представляли, говорили, что у него пурпульное сердце. Это самая высокая награда в США за то, что он разрабатывал планы действий военных в Ираке. А он скромно сидит и молчит. Пурпульное сердце дается за ранение. У него было легкое ранение в Ираке. Что многие говорят, потому что он плохо спланировал патруль. И они наехали на мину. Там пострадали его солдаты. У него было легкое ранение. Поэтому он сидит скромно молчит. Это называется краденая доблесть. Мы таким людям руки не подаем. И за одним столом мы с ними сидеть не будем. Юрий, очень важный вопрос по поводу Китая. В последнее время Китай, выражаясь таким сленгом русским, оборзел. А как остановить Китай? Переизбрать Трампа. Короткий ответ. Но они все оборзели. И Путин оборзел. И Трампа, и Северная Корея оборзела. Они все. Европа оборзела. НАТО оборзела. Они все добились того, чего... Они видят, что слабый лидер. Или вообще нет лидера. А в стране нет лидера. Где у нас лидер? Наверное, это все-таки Обама. Потому что он в Вашингтоне. Видимо, он что-то руководит. И весь Белый дом. И вся администрация Байдена. Это бывшая администрация Обамы. Поэтому я думаю, наверное, он что-то там крутит вверх. А они видят это, что это слабое. И, конечно, когда они видят слабое, они начинают взять. И Китай уже... Одна база возле Суэцкого канала военная у них контролирует. Сейчас они в Африке будут базы ставить. Потому что мы уходим. Они заполняют этот вакуум. И, конечно же, они борзеют. Они борзеют, потому что им дано борзеть. Как говорится, при Трампе такого не было. Не было бы, да. При товарищ Сталине такого не было. Да и как мы их остановим? Я считаю, что остановить это все можно прекратить очень быстро. Разрешить. Не вскрывать наши неприкосновенные запасы нефти. Потому что это и есть неприкосновенные запасы. Не можешь их просто так вскрыть. А эти придурки вскрыли. И на 7 центов подешевел у нас галлон. 4 литра. Подешевело на 7 центов. Прекрасно. Цент 20. Чуть-чуть больше цента за литр. И что разрешить опять добывать газ и нефть Соединенным Штатам Америки на федеральных территориях. То, что сделал Трамп. И обрушить цены на нефть. Как только обрушится цена на нефть, наша экономика начнет расти. Опять дальнобойщики будут гонять и будут все продукты. И все. Вот у меня трубу прорвало, я вызвал сантехника. А он говорит, нету. У меня нет запчастей. Нет. И что-то не поделаешь. Теперь опять как в Советском Союзе. Погрел кастрюлю с водой и мойся, сколько тебе надо. Юрий, у нас заканчивается передача. Короткий ответ. Что вы думаете о сегодняшнем Израиле? О новом премьере? И какие перспективы у Израиля на следующий год? Я думаю, что вы ходите к одному и тому же парикмахеру. Это да. Сами делаем. Это опять же, это все идет к тому, что когда я говорю, что тяжелые времена создают сильных людей, сильные люди создают добрые времена, добрые времена создают слабых людей, а слабые люди создают тяжелые времена. В Израиле уже довольно-таки долго, особенно при Трампе, там было спокойно, не было тяжелых времен. Они как раз себя чувствовали. Все шло, не веих террористических актов, там по большому счету ничего нет. Все спокойно в мире. Китай сидит спокойно, Северная Корея сидит спокойно. Люди расслабились. В Израиле в том числе. В Израиле появились огромные левые движения. Леваки. Хотя говорят, что этот премьер-министр правый, но окружение его, оно все левое. Все равно. И когда говорят, что это партайд, но в Кнессити есть представители арабов. Более того, в Кнессити есть представители того, что ни в одной арабской страны нет. Они запрещены в других арабских странах иметь братьев-мусульман как партию. А в Израиле она есть, она сидит в Кнессити. Вот такой партайд у нас там находится. И, конечно же, они тоже расслабились, они разжирели. Уровень жизни очень высокий. И пока опять их не напугает, опять не увидит, что с нами холокост может произойти еще. Мы будем расслаблены, и так мы устроены. Мы думаем, что пройдет, пройдет, минет. И это минет. Сейчас чуть-чуть тяжело, а потом это все минет. У меня мой хороший товарищ, с которым я учился в училище, с которым я служил во флоте, у него дед был начальником штаба у Вранбеля. И вот он его спрашивает, своего деда, он мне рассказывает, я деда своего спрашиваю, я говорю, дед, а как такое могло быть? Как такое могло быть? Вы профессиональные офицеры, прошедшие войну. И какая-то быдлятина вас взяла и свергла, и снесла. Он говорит, понимаешь как, мы ушли. Мы ушли, потому что мы не хотели проливать русскую кровь. И мы решили, что через полгода все поймут, кто такие большевики. И мы перейдем и без крови все возьмем обратно, чтобы не проливать кровь. А большевики никогда не отдали власть. Они вообще страну утопили в крови. Они отдали власть. Вот, надеюсь, что с нами такого не будет. Но если мы будем вот так сидеть и ничего не делать, ничего не предпринимать и не участвовать. Если мы не будем участвовать в политике, политика будет участвовать в нас. Юрий, подводя политические итоги этого года, уходящего года. Как вы считаете, какое событие может повлиять на будущее, будем так говорить, 5-10 лет? Есть ли какое-то такое событие или может быть его нет? Которое произошло в прошлом году? Ну, вот в этом году. В прошлом году, вот именно в этом году. Ну, оно повлияло сильно. Опять же, вот эти саммиты и договорники с Путиным. Вот этот развод у нас. Есть у нас во флоте такой аппарат, называется Flumfam Hennigater. Flumfam Hennigater. Знаете такое, не слышали? Нет, не слышали. Это у нас сержанты, они говорят офицеру молодому, они говорят, вы на меня сейчас используете Flumfam Hennigater. А молодой офицер говорит, а что это такое? Он говорит, вы не знаете? Он говорит, это такой аппарат, который задувает мне дым в жопу, чтобы у меня мозги затмел. У меня туман в мозгах был. Он говорит, лейтенант, что вы делаете? Идите, понимаете, они у всех нам использовали этот аппарат и затмили нам мозги. И пока у нас не проветрится это все в башке, вот это будет. Ну и, конечно, исход из Афганистана поменял все очень много. Теперь все будет совершенно по-другому. Они взяли из нашей армии, боевой армии, ударной армии, которая никогда нигде не проигрывала. Политики проигрывали, там, Вьетнам, Корея, но армия никогда не проигрывала. Мы всегда разбивали своих врагов. И тут вдруг мы бросили своих союзников, гражданских своих. И драпанули. От кого? От Луфтваффа, от японцев? От кого? От Китая? От бородачей, которые не умеют писать и читать, вооружены калашами. И бросили своих союзников НАТО. Конечно же, НАТО, и когда они кричали все время, что Трамп разбивает НАТО, Трамп... Какое НАТО теперь? Кто с нами теперь пойдет воевать? Я бы не пошел с нами воевать. Я бы не послал своих детей. Если вот такие главнокомандующие у нас... А они вам будут вливать, что это Трамп так договорился. Это Трамп так договорился, это вот он все сделал. Ну да, все Трамп. Трамп, евреи, да, одно и то же. Юрий, мы хотели бы в конце передачи пожелать вам в наступающем году удачи, здоровья, бодрости, оптимизма и, самое главное, крепкого здоровья. Чтобы наши вооруженные силы все-таки оставались мощным защитом демократических идей. Спасибо вам большое за это интервью. До следующих встреч. Спасибо. Мы не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok